Здорово, друзья, любители викторианского Лондона и ассасинов. Меня зовут Брейн, мы продолжаем с вами играть, но уже за Иви. Что у нас здесь творится? Где мы вообще? Убейте кого? Убейте преступников. Какого хрена вы там творите? Серия только началась, а вакханалия уже подоспела. Ой, это ж не преступник. Иви, какого хрена? Да, Иви у нас, конечно, умеет показать себя. Ну что ж, давайте немножко разомнёмся, раз такое дело. Раз такое дело, выпить захотелось. Нет, копа трогать не надо было. Не надо копа трогать, давай не будем его обижать. Это хороший человек. Ну, Иви иногда, конечно, косячит в этом плане. Хорошо, я могу смело убежать отсюда, и мы сейчас с вами начнём выполнять разные миссии. Плюс у меня закончились электробомбы, значит, надо закупить. Хотя, с другой стороны, ты понимаешь, что нахер они тебе не упали, потому что толку от них нет никакого. Вообще. А что я делал? Что я делал без записи? Сейчас расскажу. Я захватил район Сити. Он теперь принадлежит, точнее, нам полностью. Тут наши ребята. И я победил. Там была Нара или Нора. Чертовка Нора, вот. Главарь банды, я её убил. А мама зафакин рил. У нас есть также миссии за Джейкоба. Но я обещал играть сегодня за Иви, значит, играем за Иви. Пытался захватить Саут Арк, но просто банально не хватило времени. Ролики очень быстро отрендерились, и я не успел этого сделать. Я не вижу смысла показывать это на видео, потому что задания в этом плане идентичны. Украсть человека, что-то поджечь, убить кого-то. Ну, такого рода. То есть оно везде одинаково абсолютно. То есть не блещет каким-то уникальным чем-то таким вот геймплеем. Поэтому вот такие вот дела. Хорошо. Давайте дальше посмотрим, что у нас и как. Что у нас по навыкам? Что у нас с тобой по навыкам? Ага, до пятого уровня, значит, надо прокачать ещё три единицы навыка. Это мы с тобой сделаем, хорошая моя. И будет у нас шестой левел. На пятом уровне для Иви и Джейкоба были доступны задания. И надо бы их повыполнять. Ещё раз. Ещё разочек карты. Так, давай смотреть. Насколько я помню, Иви у нас была вот здесь. Но это далековато. Это далековато. Давайте попробуем вот сюда. Точка обзора наша. И оттуда уже будем, как говорится, скакать далее. Фух, вот такие вот дела. Значит, на пятом уровне доступно примерно четыре задания. Значит, автоматом мы прокачаемся, как только пройдём их, уже до шестого. И там, я думаю, у нас есть и кукри классный. Я помню, крафтил, купил. По незнанию, в самых первых сериях, я помню, тоже без записи, сделал кукри классный. Классный, классный. Какие-то там для шестого левела оказались. Потратил кучу рецептов разных. Кучу шмоток на это дело. Из открытых сундуков. Но меня ждал облом. Самый большой облом, наверное, в этой игре, что нельзя его было использовать. Потому что был то ли третий, то ли второй уровень. Посему придётся ждать. А ждать, как видите, нам не особо много. Ну что же. Иви так, Иви. У Иви, конечно, тоже интересное задание, по сути, с частицей Эдема, связанные. Ух тышка! Вот это найсовая тема, я тебе скажу. Правда, карта у нас не показывается почему-то, поэтому давайте... Ю-ху! Ну, сделаем. Сделаю. Ю-ху! Ну, отлично. Мы поймали с вами аномалию Геликс. Хеликс, Геликс. Ёпта-хеликопта. Так, там везде наши ребята. Что у меня вообще по припасам? Воришка, мелкий школьник-вор. Смотри, надо перехватить школьника-вора. Быстро, где он? Во, поймали мы его. Это что такое? А? Что, в носу поковыряло у него? Пошёл отсюда, мелкий проказник. Ну, детей использовали как рабский труд. У детей денег не было, их родители, скорее всего. Они либо беспризорники, что, скорее всего, так и есть. Естественно, что кушать хочется, и воровали. Это можно расценивать как нормальное явление. Воруют в любое время, то есть даже сейчас. Так, что я хочу? Я хочу закупиться. Первым делом у меня всего, как говорится, не хватает. Поэтому давайте пойдём закупимся. Эх, нравится мне дышать воздушком и бегать по викторианскому Лондону. В этом что-то определённое есть. А ещё мне нравится вот так вот мимо пробегать. Типа, оп, я тут не при делах. Чирик, пиздык. И лысого чувака мы с вами завалили. Эй, торгаш! Эй, торгаш! Я же к тебе обращаюсь. Вот так вот. Тысяча семьсот пятьдесят фунтов. Это довольно много, на самом деле. Но у меня, благо, деньжа-то ещё есть. Передумайте, приходи. Да я не передумал, я как раз закупился у тебя. Хорошо. Хорошо, друзья мои, погнали дальше. Тут где-то что-то можно было взять. Оу, что-то было? Там кого-то гасили. А, вот он, внизу. Я-то думаю, какого хрена? Заберём сундучок. Киска, смотри. Мурлык. Мяу-мяу. Надо было сказать. Интересно, а кошек в этой игре можно убивать? Ну, вы реально подумали, что я сейчас убью это прекрасное создание. Значит, вы очень заблуждались. Я не буду убивать кошек. Это плохая примета. И это вообще-то негуманно. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Ага, вижу, Иви. Давайте поставим меточку, чтобы было проще нам ориентироваться. Хм, надо будет открыть эту область, кстати. И мы практически с вами... Это какой район у нас хоть? В общем, не пока... А, это Ламбет. Вот можно захватить Ламбет. Можно захватить Саутуарк этот. И, в принципе, жить. Как говорится, как у Христа за пазухой. Джесси Баттлер. У нас тут есть задание третьего уровня. Но нам это сейчас не надо. Так, сундук. Как говорила Масяня в своих мультиках. Сундук! С чем у нас там сундук, пока что неизвестно. Немножко побегаем. Можно, конечно, пользоваться Шаобао Хуябо, или как там называется. Я тебя поставлю на место. Голоса, кстати, в локализации используются из тех же мультфильмов, которые я слышал по Николодю. Вот я играл и думаю, где я слышал эти голоса? По-моему, в том же Спанч Бобе. Вот сейчас у меня такая идея возникла у многих охранников КООПа в этой игре. Голоса те же самые, что и были у нас в локализации, в озвучке Спанч Боба по Николодю. Здорово! Давай, до свидания. Ты что? Совсем дерзкий, что ли? Смотри, а ты что делает? Чертовка какая! Пошла, родная. Ой, господи, больно же, сука! Ты что делаешь, а? Четвертый левел, а такой, сука, дерзкий. Во, красавица наша! Девочка сразу, да, встретила этого ублюдка пистолетным, как говорится, огнем. Это хорошо. Не буду вам мешаться, мисс. И потом она что-то там прожевала сквозь свои тонкие губы. Я так и не понял, что там было. У нас есть слива гоночка. Гоночку проходить пока не хочу. Я вообще не любитель гонок. Смотрите, школьник что-то рекламирует. Ой, прости, пожалуйста, мелкий. Он испугался. Видимо, тетя подбежала. Мало ли, хотела что-нибудь подзатыльник дать ему. Дети, видите, то есть кто-то ворует, а кто-то что-то пытается зарабатывать. То есть торгуют газетами. Да, может, почту разносят, не знаю. Такого рода. Мы с вами практически пришли. Вот наша, видимо, зданица. И тут у нас задание. 190 метров. А, 110. Так, господа. Вроде как хорошие. Так, подожди, нам не сюда, что ли? Только что мне показалось, как будто кто-то хотел. Полно насагрится. А, вижу, 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 вижу. Это, по-моему, наша больница, нет? Это же та больничка, где мы за Джейкоба играли, я помню. А ну, давай смотреть, как я могу тут забраться. Смотрите, как они. Летят-то, птички наши, а? На юг явно собрались. Ключом, да, по-моему, называется. Или как там они летят-то? Как стрелу такую образуют, да? Интересно. Это вряд ли считается пасхалкой. Просто обычное жизненное явление. Как она классно взбирается, как мартышка. Ага, вот куда нам. Немножко перепутали мы с вами. Не ту дверь выбрали. Не страшно. Хорошая моя, как насчет того, чтобы зафрейриться вниз? Фрираниться. Представляешь, было бы написано зафрейриться, а не зафрираниться. Я еще помню, путал слова фриран, фриланс. Ну, это не то, что я не знаю, как правильно. Просто оно созвучно, и так получалось. Дамочка с лапой. Рекомендуемый уровень 5. Здесь у нас Иви отправляется в Ламбетт после того, как Джейкоб убил доктора Эллиотсона. Поехали. Эффективность лекарства зарастает до второго уровня. Я считаю, что это круто. Очень хочу верить, что это задание будет реально классным. Мозговоносящим, сложным, не тупым, как было в прошлый раз, с копами. Что-то интересное. Мисс Фрай, я рада вас видеть. Привет, Клара. Лечебница закрывается, и я хотела осмотреться. А ты здесь как? Наши недавно начали болеть. Лекарства не помогают. Я пришла, чтоб… Ты нормально себя чувствуешь? Да, все хорошо. Клара! Здесь где-нибудь есть доктор? Несите сюда. Просто упала? Да, сказала, что лекарство им не помогает. Конечно же. После гибели Эллиотса на район оказался наводнен подделками. Ей будет нужен уход. Но для этого ей и другим детям кое-что понадобится. Что именно? Продовольствие. Кроме того, лекарства. Участились случаи кражи редких ингредиентов. Буду рада помочь. Флоренс Найтингейл. Очень красивая, да, созвучная фамилия. Как Эбигейл, Найтингейл. Ну что, деткам надо помочь. Я думаю, что никто спорить с этим не будет. Давайте посмотрим, где добыть редкие лекарства. Найдите торговца. О, у меня ограничено времени. Нифига. Подожди. Давайте экипаж возьмем. О, Гнат, экипаж. Поехали. Вот так вот. Вот так вот, ёпта. О, тихо, тихо, шай. Тебе же не гриташка. Тут бесаёбить не получится. Не люблю миссии на время. Много раз об этом рассказывал. И не самые приятные воспоминания были из детства. Так и надо. Давай, аккуратно. Ой, ублюдыши. Ну я вроде как не агрю, не трогаю, поэтому просто двигаемся прямо. Семь с половиной минут даётся нам на это задание. Ну я думаю, что восемь, наверное, в идеале. Не самая приятная тема. Давай ускользнём. Вот так вот. Очень много врагов. Просто немыслимо на самом-то деле. Но я буду справляться. Я думаю, что вы также поддержите меня лайком за это дело. Опачки. Смотри как. Чирик. На лету прямо. Где-то здесь должен быть торговец. Орлиное зрение. Торговец? Где этот мудак? Вон он. Падай, сука. Падай только в другую сторону. Я там всё, что у меня есть. Блядь, там сраный коп. Ты представляешь? Присмотрю за ней. Ну как? Как я могу укра... Я твой налево. А если я буду воровать? Не убивайте торговца. Наше текущее задание. Знаете, что мы сделаем? У меня есть вроде как время. Мало ли что. Ага. Уходит, уходит. Отлично. Иди давай. Пиздюк сваливает сюда. Мне надо украсть. Так. Он, он походу... Ну да. А, вот есть. Можно украсть. Я надеюсь, что... Получается? Я украл у тебя что-то. Хрен. Ты мордастый. Простите, что так... Ох, пошла жара. Чудненько! Получен предмет. Простите, что так... Клара погибнет, если вы не доберетесь до лечебницы вовремя. Тихо. Спокойно. Так, берем экипаж обратно. Ну, в принципе, я думаю, что мы справимся с этим. Найдите аптекаря. Экипажик вот мой. Пять минут. Я очень надеюсь, что получится. Если Клара умирает, я не знаю, можно ли, допустим, продолжать играть. Но мы теряем важного союзника в игре. Либо надо ее спасти железобетонно, и будем это делать, пока не пройдем. Хорошо. Триста метров. Найдите аптекаря. Так, ингредиенты мы забрали. Теперь нужно изготовить, видимо, некую сыворотку, лекарство так называемое, чтобы ей помочь и другим деткам тоже. Может, она как-то синтезируется, если ей поможет. Врачи ж могут, там целая же у них... Молодец. Научная эта фигня вся. Тихо! Ой, как тесно было, а! Как узко и как тут нехорошо. Ну-ка, давай попробуем. Кто-то за нами, по-моему, скачет или не показалось. Давай. Так, выскакиваем. Аптекарь. Так, залезай, хорошая моя. Ого, сколько там народа-то, ептвое, налево. Так, тихо. Давай сберемся чуть повыше. Так быть проще. Ого, нихреново тут у нас дела-то творятся. Так, что мы делаем? Давайте устроим дебош. Сейчас не будут воевать здесь активненько. Мы ему так, чирик. Чирик. Чирик, смотри как. Готово. Он сейчас умрет сам. То есть он скопытится автоматически. И, в принципе, мы как бы справились. Спускаемся. Все, он умер. Так, а вот и наш аптекарь. Спасибо. Это для мисс Найтингейл. Я заберу. Да, конечно. Все уже лежит в повозке. Это я услышал там на заднем фоне. Очень эпичный задник. Угнали, что ли, нашу эту самую каретку нашу? Что произошло, твою мать? Хорошая моя, куда ты? Я понял. Вали. Давай быстрее. Угоните повозку аптекаря меньше, чем за минуту. Наше текущее задание. Угнать повозочку. Хорошо. Для этого дела мне поможет купленный мой пистолет на 18 зарядов. Охренительная штука. Ладно, только догнать им. Так, валим. Валим, валим, валим. Три минуты. Это уже напряжение на самом-то деле. Ах, ты ж ерунда твою налево. Дороги! Сейчас проедем. Ох, как тебя штивай, ты родная моя. Вперёд! Смотри, практически догнали. Так, подняться на крышу. Давай перепрыгнем. Поехали. Фух. Ну что же, вроде как угнали, по идее-то. Ребят, нанимать я не буду. Вы заметили, что я в видео практически грачей не нанимаю. И стараюсь сделать всё по возможности сам. Актуально нанимать грачей, если вы хотите, допустим, устроить всё вид в битву этих самых районов. Или как оно тут называется? Так, нам сюда. Нам сюда. И две с половиной минуты у нас запаси есть. Быстрее, я сказал. Или я тихо сказал. Поехали, поехали. Так, хопы стоят. Их можно, кстати, подкупить. Очень интересная тема. Всё. Мы успели, друзья мои. Клара, по идее, должна выжить. Мы сделали всё вроде как красиво даже. Это вы. И как раз вовремя. Вы принесли то, что я просила? Как она? Поправится. Наш переулок. Дети. Благодаря вам у нас есть настоящее лекарство. Как считаете, проблема решена? Я прослежу, чтобы были приняты меры. Ламбит у вас в долгу. Потребуется много времени. Но я обо всём позабочусь. Чудесно. Часть пятая. Дама с лампой. Не убивайте торговца. Мы сделали всё по красоте. Выполнили дополнительные условия. И получили чертёж эффективность лекарств 2. Я предлагаю сейчас посмотреть на тот самый вожделенный чертёжик. Эффективность лекарств у нас, по идее, должна быть в изготовлении. Улучшении. И вот это получается. А, это средняя сумочка для бомб. Сумка ножей. Сумка большая для лекарств у нас как бы есть. Эффективность. Вот что нам надо. Но мне не хватает металла. Я так понимаю, 150. У меня 107. Это надо искать. Хорошо. А что у нас касательно навыков? Ну, ведь посмотрим у Иви. У Иви у нас есть 2 очка. Я могу это дело прокачать. Я могу прокачать. И меня это, несомненно, радует. Так. Это стоит 4. Дороговато. Устрашения мне не надо пока. Я могу и так, в принципе, справиться. Мародер. Больше редких рецов. Интересная штука. Расправа 1. Оглушите противника. Затем выполните комбо удар, чтобы расправиться, нанеся больший урон. Каратель. Ага, следующая атака. Давайте попробуем карателя. Хотя, подожди, нет. Что у нас еще есть? Что у нас здесь? Меткий стрелок. Возница. И защита 2. Снижает урон, получаемый от дальнего оружия. Меня, конечно, стреляют, но не так часто на самом-то деле. Поэтому я предлагаю... Это что у нас? Берсерк. Значит, успешные атаки. Быстрее. Ага, предсмертное состояние. Давайте попробуем берсерка. В принципе, тема неплохая. И ей надо прокачивать боевую составляющую. Она, конечно, молодец, что стелсом проходит все. Но иногда нужно что-то делать. Нам остается одно очко, насколько я понял, до следующего левела. И это хорошо. Поехали дальше. Посмотрим, какие у нас еще тут заданец имеются. Сюжетного плана для нашей красавицы. Ассасина. Это Джейкоб, Иви у нас вот здесь. Вот. Комната с видом. Вот такая вот у нас миссия. Давайте переместимся в сити. И оттуда можно будет, в принципе, добраться. Можно, конечно, экипажем. Но экипаж, вы знаете, не всегда хорош. Он не поворотлив. Это не машина. Хотя физика, физика экипажа чем-то напоминает по аркадности физику в безумном максе. Только там у нас реально тачки, а здесь лошади. Понятное дело, да, что если лошадь врезается, допустим, в другой экипаж, то она не умирает сразу. Она не начинает падать. У нее ноги не ломаются. То есть нету такого кровопролития. Здесь более аркадный вариант. Удерживайте ноль, чтобы поджечь взрывчаточку. И бегите. Бегите, что есть мочи. Фух. Такс. Посмотрим. Как можно заметить, задания такого плана, они, опять же, не блещут каким-то особым там. Нет какой-то изюминки. То есть нет того, чтобы зацепило. Так, поставить метку. Это не то у нас. Где у нас Иви? Иви, красавица моя, ты где? А, Иви далековато. За Иви надо двигаться сюда. Комната с видом. Костюм, платье Леди Мелины. Леди Мелины, это хорошо. Так, наше чудо находится 560 метров. Ну что, будем прыгать? Надо прыжок. У-у-у. I believe I can fly. Да? Прекрасно. Хорошо, хоть не это самое, не ударилось. Иначе это был бы уже не Ассасинс Крит, а какой-нибудь там дебил Крит или еще что-то. Или горка Крит. Ну я не знаю, называйте как хотите. А мы продолжаем с вами движение. Будем использовать нашу моднявую штуку. Кстати, у меня еще ножи есть. В принципе, я думаю, что затариваться не стоит. Полетели. Хорошая штука, очень удобная. То есть, можно вот так вот быстро перемещаться. В этом есть какой-то плюс. То есть, с каждой частью, с каждой серией Ассасинс Крит города становятся больше. Естественно, что площадь больше всего этого. Больше построек. Все сделано как бы для удобства. Вот было бы забавно, кстати, если бы эта штука косячила. Ну, предположим, неудачно зацепилась, да? То есть, или Иви падает. Эффект неожиданности, почему бы и нет, да? То есть, всякое дерьмо в жизни случается. И метеориты падают, и что только у нас не бывает. Так, поехали. Зацепишься? Ну, пожалуйста же. Вот так, вот другое дело. Очень удобная тема, кстати, когда надо кого-то сверху снять. То есть, можно как бы спрыгнуть, повиснуть. Опять же, все это надо грамотно продумывать. Меня, честно говоря, Ассасинс Крит зацепил. Я играю каждый день, а в этом вы уже можете видеть. Стараюсь прокачиваться, чтобы у нас был нормальный персонаж, нормальные навыки. Тренируюсь как бы во всех этих убийствах, чтобы не было каких-то глобальных затупов. Тем более, я не проходил для канала многие части Ассасинс Крит. И, естественно, механику позабыл уже. 250 метров. И погодка у нас как бы неплоха, я вам скажу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, родная. Нет-нет-нет-нет. Хотел я тебе сказать. Давай-ка ты у нас спустишься. Класс. Так, спрыгнуть. Больно будет, конечно, но что же делать? Оп, смотри. Главное сделать кувырок, а там все хорошо. Я уже рассказывал, что можно подкупить, значит, полицию местную. Полицаев этих. Стоит это 5000 фунтов. Довольно дорого, я вам скажу. Но они будут закрывать глаза на вашу шалость. Я не уверен, что на все абсолютно, но на большинству явно точно. Закрою. Что это он тут продает? Купи цветочек. Купи цветочек, сука. Но я не хочу пока цветочек. Спасибо, пожалуйста. Мне пока ваш цветочек нахрен не упал. У меня есть задание более важное. Так, давай сюда. Так, готово. Видишь, как это все же продумано. То есть каждый вот этот момент, это же все реально продумывалось, чтобы вы могли где-то зацепиться. Чтобы не было так называемых мертвых или слепых зон, где не работает тот или иной прибор. Ага, нам туда. Я понял. Сейчас попробуем это дело. Бывают, конечно, задания, знаете, такие вот туповатые. То есть ты не понимаешь, как оно проходит. Комната с видом. Рекомендуем уровень 5. Улики ведут Иви все ближе и ближе к частице Эдема. Бонус за полную синхронизацию и платье Леди Милины. Поехали. Посмотрим, что за миссия у нас. Нашего уровня как раз. Так. О, как интересно. Находки в доме Кенуэев привели к монументу? Прекрасно тратишь свое время. Ходишь со мной с глупыми вопросами. Ну, Генри, нет. Я думал составить тебе компанию. Не нужна мне никакая компания. А у мистера Грина свое расследование. Ах да, мистер Грин. Прекрасно придумано. Прошу, мистер Грин. Взгляните на эту книгу, а я пока постою поближе к вам. Я не... Может, тебе и нечего делать, но я защищаю ассасинов. Правда? Как там говорил отец? Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Вот именно. Ладно, мне пора. Если найду для тебя еще дурацких затей, я поделюсь. Хоть отдохну от тебя, наконец. Так, хорошо. Значит, исследуй основание памятника. Наверх нам подниматься нет смысла. Я вижу там аномалия Хеликса. Что? Тихо, тихо, тихо. Ты издеваешься, что ли? Ребятки седьмого левела всем. Ну, для нас это не вопрос. Я, по-моему, уже с десятым имел дело. Когда захватывал районы. Так. Проблема в том, что это копы. Это открытая площадь у нас. Там барышня, видимо, это леди Мелина что-то вещает у нас. Вижу грачей. Я могу их нанять. И, в принципе, можно сагрить. То есть, надо как-то что-то тут сварганить нам. Подожди. А, у нас где-нибудь сено есть внизу, чтобы я упал? Красиво так вообще, по душевной красоте. Не вижу пока чуда. Хорошо. Давайте думать. Не самая простая миссия, на самом-то деле. Как по мне. Ну, решаемо. Подай. Подай, подай, подай. Кому-то на голову упало. Так, тихо. Спокойно, хорошая моя. Так, нанимаем ребят. Нанимаем ребятушек. Надо как-то их отвлечь, честно говоря. Как я могу R1 удерживать? Начать бой, давай. Пускай начнут бой. А мы попробуем скрыться. О, пошла, пошла, пошла. Родная, смотри. Ах, бойня началась. Хорошо. Ой, как-то они больно их перебили, на самом-то деле. Подожди, а как я туда пролезу? Тихо, спокойно. Пока наши ребята воюют. Ах, ты что и мать. Вы должны стать инкогнито, чтобы здесь что-то произошло. О, нифига, хорошо. Давай будем воевать. Седьмой левел, как-никак, твою мать. Ой, больно. Тихо, 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 тихо. Тихо, теряемся. Есть грачи. Да, все, конечно, пошло не по плану. Я думал, как-то они их сагрят. Ой, больно бьют, ублюдки. Больно, больно. Так, надо грачата. Надо... Ой, твою мать. Я тебя научу. Сейчас я тебе, блядь, покажу, где раки зимут. Я не могу туда уйти. Не могу туда уйти, поэтому давайте валить. Ой, больно. Нихрена себе. Как нашу девочку-то ранили, да? То есть проблема заключается в том, что это открытая площадь. А-а-а. Неплохо, неплохо, я вам скажу, да. Косяк, как говорится, налицо. А теперь я точно знаю, куда мне надо. И это, в принципе, проходило. Мы сейчас попробуем ту же тактику. Я еще раз найму грачей. И мы устроим дебош. Где-то на стороне, чтобы я мог там аккуратно проскочить. Ну что, господа мои хорошие. Попыточка номер два. Я собираю грачей, чтобы устроить побоище. Мне кажется, что это, в принципе, логичная тема. Так, снимаем этих двух. А, этих можно... Нанять? Нанять. Так, значит, нам надо проскочить прямо там внизу. Давайте попробуем начать бой вот с этими. И пока я не буду драться, я смогу все-таки проскочить. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Так, видишь, они отвлеклись. И самое время бежать. Самое время бежать. Сматривай, сука, сматривай быстрее. Так, нас вроде пока никто не палит. Или палит все-таки? Ах ты ж говно сраная, твою мать. Прячемся. Да, хренушки мы тут спрячемся. Спокуха. Спокойно, спокойно, спокойно. Там у нас было сено. Сейчас сошкиримся. У нас тут где-то сено было. А, вот вижу. Вижу, вижу, вижу. Хоп, готово. Нет, нас все равно палят. Нас все равно палят. Сука такая. С какой ловкий хуесос. Готово. Сейчас попробуем хотя бы с двоими расправиться. О, подоспело сколько. Вот теперь надо валить. А вот теперь валим. Скайвэкханейшн, а? В толпе людей, в принципе, можно затеряться. Очень неплохо. Готово. Так, засранец какой, а? Вали ж его. О, хорошо. Можем повоевать. Есть, конечно, шанс того, что... Кого-нибудь да убьем с вами. Так, пошла. Родная пошла. Смотри, что делает, а? Главное вовремя выбрать момент. Так. Да, копов мы перевалили просто огромное множество. Давай, сука. Тихо. Ну а Иви? Он не последний, но, в принципе, с ним можно справиться. Давай, хорошая моя, пожалуйста. Доставь. Больно же, засранец. О, слава богу. Что-то вроде получается. Так, есть еще один ублюдок. Так, он меня видел здесь. Давай попробуем. Пошла. Главное атаковать вот так вот с подтишка. Чтоб никто ничего не видел. Все, теперь я могу вроде как осмотреть. Несмотря на то, что у них реально уровень выше. Все, запретная зона. Поехали. Да, грачат наших перевалили, потому что они пятого, уровня эти седьмого. Плюс у них есть оружие. И, конечно, их все-таки больше, чем у нас было. Ну что же, мы что-то с вами активировали. Давайте посмотрим, что это было. Что у нас случилось? Заберись на самый верх памятника. Давай попробуем. То есть мадама там себе вещает. Ее вообще не чешет, что тут творится. Так, самый верх, говоришь? Давай. Оп, смотри. Пошла, родная. На самом верху, по идее, должно что-то быть. Мы вставили там частицу, которую нашли. Давайте посмотрим. Готово. Мне это знакомо. Пока немножко не ясно, что мы сделали толку от этого дела. Совершите прыжок веры с каната на сток сена. Найди секрет собора святого Павла. Павла Павла. Сейчас посмотрим. Соверши прыжок веры с каната в сток сена. Интересно. Но я этого делать, наверное, не буду. Хотя можно, в принципе, бы. Ладно. Хренушки там. Я подобрал то, что мне надо было. Чудненько. Так, ну что ж, полетели. Значит, надо найти секрет. Я люблю подобные штуки, когда что-то надо найти. Какие-нибудь прикольные такие моменты, секреты. Это всегда классно. То есть, это фишка, конечно. 600 метров. Вот это мне не нравится. Что нам придется хреначить с вами. Хрен пойми куда. Давай туда. В этот момент ты начинаешь завидовать каким-нибудь супергероям. Там, Челку-пауку, там, Бэтмену. Которые могут летать или очень быстро перемещаться по городу. Ну, на то они, конечно, и супергерои. Так-с. Мне кажется, что, в принципе, можно было, конечно, как-то искрытно. Я вот сейчас пытаюсь перебрать в голове варианты. Мы отвлекаем это, да? Но, опять же, там такое место, что нас все равно палит. То есть, моя идея, в принципе, имеет место быть. Но, в итоге, все равно спалили. Может, как-то бомбой. Но бомба у меня не прокачена. То есть, ножами. Можно ножиками было переметать, но это было бы долго. На самом-то деле. Опять же. Так. 400 метров. Значит, это указывало вон туда. Сейчас попробуем добраться. Давай, родная моя. Оп. Прыжочек. Отлично. И, как говорится, нет проблем. Я помню, в ранних частях Assassin's Creed очень много врагов было на крышах. Просто уйма. Нормально, допустим, убежать от цели там или спрятаться по крышам было не так-то просто. Конечно, стояли специальные такие штуки, где можно было шкериться. А здесь, как видите, все более-менее гуманно. То есть, охрана на крышах есть только в местах, которые, допустим, считаются запретной зоной. Так, с 200 метров. Так, Святой Петр, сейчас мы до тебя доберемся. Прыжок веры с каната. Почему бы и нет, кстати? Может попробовать. И мы его, видите, как бы еще не сделали. Там явно будет что-то у нас. Как найдем тот самый секрет? Ну, цепляйся же! Вот это другое дело. Так. Я помню даже у Этсо Леонардо да Винчи ему сделал специальный такой, помните, не плащ, а... Блин, как же он назывался? Что-то типа самолетик такого. Даже не самолет, а было какое-то приспособление. То есть, он имел у нас типа параплана. Во, какой самолетик, твою мать. Типа параплана у нас спокойно летал. Было такое дело, я помню. У меня даже было коллекционное издание со статуэткой. И там как раз рассказывалось про эту штуку. Так, я практически добрался, слава богу. Конечно, здесь бегать скучно. Вы заметили, что нет какого-либо там дыма, нет живности. Нет даже кошек, которые бы тут слоняли туда-сюда. Но, тем не менее, мы добрались. Вижу. Решить! Решить нам надо. Давай решим. Загадка какая-то. Я так понимаю, что сейчас мне придется просто это раскрутить, либо оно само станет. Само стало. О май гаш! И что? Загадка собора. Нажимайте R2 и L2, чтобы повернуть шестерню. Так, конечно, все круто. Чтобы перемешать символы. А в какой последовательности? Может, надо все в один символ какой-то сделать? Что-то я пока не вижу подсказок. А, подожди. А орлиное наше суперзрение не работает, да? Печально. Так, давай знаешь как сделаем? Давай еще вот это крутанем. Угу. Вот так вот давай. Так, можно попробовать вот так вот. Поворачиваем механизм, чтобы перемешать. Разгадай загадку собора Святого Павла. L, чтобы выбрать шестеренку Мне немножко не ясно, как я должен это делать Я могу это отменить? А, зрение наше нам ни о чем не говорит А может какие-то есть тут подсказочки? Какие-то символы Какой символ у нас должен быть? Подожди, я должен осмотреться Просто так от фонаря что-то я не могу понять Так, блин, тут ничего Тут вроде тоже ничего Странно, однако-то Так, что я должен... А, подожди, подожди, подожди Надо понять, видимо, какой все-таки символ нам нужен Так, ну что, друзья С горем пополам я вроде как бы допер, что нам тут делать А тут надо как в сейфе Когда вы работаете медвежатником в какой-нибудь игрушке Надо слушать Значит, тут у нас чисто на звук Вот у нас одинаковые символы Если я их ставлю Я слышу звук Вот, я опять слышу звук Давай дальше Это не то Это тоже не то О, смотри Вроде получается Не так все сложно, как кажется На самом деле, я думал, тут более сложная головоломка в том, что надо искать какую-то зацепку Как обычно мы привыкли в других играх Но оказалось все проще Просто, то есть одинаковые символы Выбирайте в последовательности Даже в том же Фрэнбоу, когда мы проходили, вот там было западно, конечно Все это переставлять Вон наверху Разгадайте загадку святого Пашки мы уже сделали Доберитесь до ухранилища Поехали Хорошая мощь Сейчас все сделаем по красоте Лишь бы добраться Ну что, цап-цап Активируй свой цап-цап Во Цап-цап активирован Я буду теперь называть эту штуку цапка Цапка, хваталка какая-нибудь Цап-цап Цап-цапыч Давай Оп Готово А еще выше Не? Только ручками Only hand Давай попробуем только руки Хендмейт, мать твою Фух, добрались, конечно, эпично Тихо, 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 тихо Ты это самое Не перебарщивай, пожалуйста А вот сюда нам надо, вижу Ключ к тайнику И плащаница Исследуй артефакт Интересная бижутерия Очень даже Ну что, Иви, по крайней мере хоть куда-то продвигается. Так, у нас проблемка. Убить ее надо, нифига. Так, главное, я так понимаю, контр-удары смотреть у нас. Тихо. Что-то она как-то особо даже не сопротивляется. Странно. О, пошла, пошла, пошла. Смотри. Пошла, как говорится. У меня много зарядов. Что-то было. О! Воу-воу-воу-воу. Что-то... О, конец-то. Убейте Люси Торрен. Давай попробуем. Она седьмого левела у нас. Ай, жопа. Ненавижу дымучки. Ну что, девочки, давайте. Кто, как говорится, кого. Тамплиеры против ассасинов. И снова у нас без регистрации смс-ок. Классика жанра. Полетим со мной? У меня есть дела. Ай, плащаницы-то сорвали. Или за тамулетик сорвали, или что это было у нас. Хреново дело, я согласен. Столько конаёбства ради того, чтобы так подраться. Ну, может, это того и стоило. Комната с видом. Отразите все удары Люси. А, вот чем фейл у нас был. Ну, это не страшно. Мы просто получаем меньше наград. Без бонусов. Но, тем не менее, сюжетную миссию мы с вами прошли. И этой суке надо будет явно навалять. Так, платье Леди Мелины. А давайте посмотрим, что это за платье у нас. Снаряженницы. Костюмы. Платье. О-о-о. Найсовая тема. Давайте возьмём. Что-то новенькое всегда интересно. А вы уже оцениваете. Кстати, понравится, вам не понравится вот такое вот платье. Так, из этой жопы выбраться, в принципе, просто. Изнутри всё открывается. Хорошо. Больше тут никаких тайных проходов я так не наблюдаю. Ну что, выходим? В люди, так сказать. Оп. Хорошо. Тут есть закрытый сундук. И, по-моему, я прокачивал возможность открывать такие сундуки. Ты можешь нормально залезть? Хорошо. Вон он лежит. Как мне до него добраться? А, вот он, вижу. Я, по-моему, прокачивал. Не помню точно, у кого конкретно. Ну да, вроде есть. И такая возможность. Чудненько. И что ты мне покажешь? Сейф в поезде почти полон. Я нашёл одеяние барона Джордана какого-то. Интересно, интересно. Так, стоям бы. Давайте на самый верх, чтобы сделать синхронизацию. Или мы уже делали, я уже не помню. А, тут мы уже синхронизацию, получается, делали с вами. Да, тут мы уже знаем всё. Тем более, это же наш район, точняк. Так. А что у нас остаётся? Давайте смотреть, что у нас остаётся. Бестминстер. Это не то. Остаётся за дополнительные задания разные. Вот тут и есть. Естественный отбор. Давайте посмотрим. Тихо. Слушай, какой-то интересный такой костюмчик у неё, да? Да, родная моя, не тупи, пожалуйста. Я хочу просто, чтобы ты прыгнула. Ёбаный ты по голове. Что ж ты? Ступаешь, что ли? Поставить метку. Подожди. А, сена у нас здесь нет. Я понял тебя. Я тебя прекрасно понял. Но всё равно куда-нибудь допрыгнешь. О. Ага, вон у нас пониже надо. Сена у нас чуть пониже ярусом. Сеновал. Сеновал. Оп. Ну что, оценим костюм. Самое время посмотреть. Опачки. Там у нас песни, пляски. 250 метров. Как мы помним, вот эта прекрасная леди у нас передвигается. Передвигается на своём экипаже. Сейчас дойдём до него. Я думаю, что надо выполнять побольше миссий, что было интересно. Потому что многим не понравился тот факт, что миссии были по 25 минут. Это реально никуда не годится. Ассасин Скрит. Это длинные ролики у нас априори. Так что это надо понимать. Так, затариваться надо бы затариться, конечно. Не надо агриться. Здорово, дорогаш. Восполнить 2400. Да хрена на самом деле. У меня так-то много денег. Уходите ничем. Уходите ничем. Спугните задир. Пошёл нахрен. Нахрен пошёл. Деньги давай быстро. Надо вот так вот говорить. Всё, задиры очканули, как говорится. С дерьмом запахло. Или запахло жареным. Там кому как ближе. Так, 100 метров. Надо перепрыгнуть. На ту сторону вот так вот. Сейчас попробуем. Конечно, это задание уже Джейкоба. Они мне даже как-то больше нравятся. У Иви, конечно, есть какая-то цель конкретная. У Джейкоба она тоже есть. Но составляющая фрая у нас в том, что там больше боёвок. Там больше, как бы, должно быть интересного. Хотя, глупо, да? С одной стороны, играть в Ассасинскрит. Чисто ради боёвок. Боевая система не отточена до идеала. И, как видите, иногда скрипт может даже не сработать. Так. Отлично. Куда же она запропастилась-то, твою мать, а? Мы вроде как бы должны быть ближе. А вот, походу, отдаляемся всё дальше и дальше. Такс. Ну, давай же. Давай. 120 метров. Вроде как движется в нашу сторону. Это хорошо. Поехали. Она, получается, с другой стороны у нас там внизу. Сейчас доберёмся. Захвачена Сити на 100%. Рекомендую. Уровень у нас 6. Так. Сырее. Вот-вот. Так, спокойно. Хочешь поверху? Давай поверху, ладно. Ээээ, я чё-то не понял. Это вы чё сейчас прыгнули-то? Да. Какая-то херота иногда всё-таки творится с нашими персонажами. Ты думаешь, что она идёт в ту сторону, куда ты ей сказал? Ну, увы, не так всё. Прыгай. Прыгай, сучка. Вот. Прыгай, твою мать. Вот. Готово. Поехали. Я не успел прочитать, но думаю, что миссия должна быть у нас как бы интересной. Я думаю, мы её выполним, и там уже, может быть, закончить. Загружайся. Вот так вот. Что произошло? Я думал, уже игра зависла, уже испугался. Загружай, как милый. Ну же, прошу. За плодотворное сотрудничество. И за мои новенькие блестящие двигатели. И снова к делу. Милн разбежал к Темзе. Пытается защитить свой паром. Последнее сокровище. Будет защищать его ценой своей жизни. Ну так забери же её. Убей его. Полагаю, это уже не первый бокал. Успех пьянит сильнее, чем шампанское, мистер Фрай. Тогда ставьте и мне. Неплохо. Неплохо. Ну что же, захватить паромы должно быть интересно. Нам доступно до хрена себе навыков. Давайте посмотрим. Так, навыки. Два есть? Хорошо. Жизни, жизни, жизни. Тема, конечно, классная. Успешные атаки быстрее приводят противника в предсмертное состояние. Меткий стрелок. Автоматически перезаряжать оружице. Взлом. Устрашение. Даже не знаю, что взять-то. Успешные атаки. Давай попробуем. Фрай у нас хорошо дерётся. Хоть мы этот навык прокачивали и Иви. Ну, Берсерк поможет и Джейкобу тоже. Так, практически шестой у нас уже в кармане. Я думаю, миссию эту выполним. И всё будет найсово. Не касайтесь воды в реке. Нам такое вот условие ставят. Так, тут агрессивных вроде как нет. Ходят наши ребята. Сейчас доберёмся, посмотрим. Ох, с паромами тут, конечно, отдельная история. Так, спокойно. Смотри, хоп. Готово. Хоп. Территория висельников. Ну-ну. Что-то кто-то есть у нас? А, ты смотри, какая радость. Там агрессивный ублюдок. Как я могу туда перебраться? Твоя штука, видимо, не зацепится. Прекрасно. Так, подожди. Тут что-то можно сваргать, нетипичное. Я так понимаю, можно ножом жахнуть, да? Но он... А, расцепить. Во, готово. Сейчас мы сделаем. Это, конечно, не относится к нашей миссии, но тем не менее. Так, это дело мы отцепили. А второй даже не слышится. Ух, хорошо упал. Так, давай сюда. Так, прыгай. Готово. Сейчас мы таким образом с вами доберемся, я надеюсь. Вот через этот и туда попадем. Так. Оп. Тихо, тихо. Ой, нас палили, походу. Ничего, хорошо. Какого хера это было? Так, ладно. Один пытается забраться. Я ему так... Оп. Воу. Воу-воу-воу. Я хотел по стелсу это дело сделать. Четвертого левела, ребята. Это, конечно, лажа. Так, пошла жара. Ну, эти с этими легко будет справиться. Это не седьмой даже. Смотри. Просто как Тузи грелку, серьезно. Попасть проще некуда. Смотри. Одним ударом он тупо выносит все из себя. Это, конечно, интересная хорма. Кто-то свалился у нас, по-моему, в водичку. Так, давай просканируем, кто у нас где, чтобы хоть примерно понимать, какие у нас проблемы. Четвертый левел, но это несерьезно. Уничтожьте два контрабандных груза одновременно. Вот что нам говорят. Хорошо. Попробуем. Вывести из строя. Ага. Значит, давай сначала вольнем его. Тихо. Здравствуй. Нарушитель! Последние твои слова в твоей же жизни. Все, что ты успел сказать. Могу, конечно, знаете, как сделать? А как я могу это сделать? А там у нас была взрывчатка, я видел. Ничтожьте с помощью динамита. Я понял. Сейчас придумаем, где у нас тут валялся динамит. Вот, есть. Так. Наположить. Удерживайте L2. Используйте R, чтобы прицепиться. И R2, чтобы его бросить. А, прицелиться его. Бросай. Вот прямо здесь можно бросить. Так, зажечь. Давай хоть посмотрим, как оно горит. Горит ли оно вообще, в принципе. Горит, горит, горит. Еще как горит. Твою мать, убегаем. Я хочу просто посмотреть, как эта штука бомбит у нас. Отлично сработано. И вроде как это привлекло их внимание. Хорошо. Мне это даже на руку. Мне это даже на руку. Ого, сколько там народа у нас. Ах ты ж, твою мать. Готово. Потратили только дротик зря. Вот это будет весело. Пока они там занимаются не пойми чем. Ну, давай, давай, воюй. Оп. Хорошо. Пошла, родная. Так, сейчас он вольнет этого петушка. И вольнет второго, наверное. То есть сразу минус три цели у нас в плюсе. Можно было, конечно, и так их убить. Но так же веселее, правда? Так, красавицу вольнули. Теперь, как говорится, наш выход с вами. Давай сюда. I'm here. Я здесь, чудо мое. Давай, иди сюда. Чпоньк. Убийство из укрытия. Готово. Так, берем динамитик и бомбим это дело дальше. Так, динамит где-то здесь валялся у нас. Подожди, я видел, динамит тут был. Что, больше уже нет? Что, издеваетесь, что ли? Так, хорошо. Я, наверное, бомбанул по глупости своей... А, вот есть. Валяется. Так, забирай. Такой ящичек маленький, да? Как маленький пивной перед футболом. Пошли, пацаны, бухать будем. Не-не, тут у нас динамит. Не надо, как говорится, расходиться. Оп, смотри, какая тема классная. Так, зажечь, давай. Сейчас он сагрится. А мы успеем его, собственно, убить. А может, не услышит, а может, услышит, проверим сейчас. Оп. Камера, к сожалению, не успела сообразить, что у нас там и как. Поэтому давайте... О, ты зря его зажег-то. Подожди. Уничтожьте контрабандный товар. Сейчас мы все это сделаем по красоте души. Он остался последний. А можно с ним бегать? Можно, конечно. Не такой уж он и тяжелый, по сути. Мы в Форесте с бревнами бегаем, а тут ассасин не может побегать так. Так, давай. Хоп. И самое время отсюда сваливать. Мне так кажется. Готово. Какого черта? А нет. Видимо, еще не надо было сваливать. Что-то я поторопился. Уничтожил. Убейте Малькома Мильнера этого. Сейчас вальнем петушка этого. Так, давай вот так сделаем. Ох, там народа, конечно, масса. Будем думать. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, что у меня есть? Есть вот такая вот штука. Классная. Тихо, 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 тихо. Не надо, как говорится, агриться. А, можно сделать вот так вот. Кто у нас тут? Ох, там народа, ёпта. Ну, они все четвертого левела. Это, в принципе, не так страшно, как кажется. Это проходимо. Тихо, братан. Смотри, как делается. Он даже пикнуть не успеет. Мы сразу с ним расправимся. Оп, водичку пошел. Так, он у нас отдыхает. Ух ты, что и налево. Сколько тут народа. Привет. Привет. Не-не-не-не, никто ничего не видел. Ох, там еще двое стоит. Готово. С этим расправились. Этот идет проверять, значит, что там творится. И мы его тут же сейчас возьмем. Давай, запрыгивай. Иди сюда. Я думаю, что можно будет убить его. Какого хер? Ладно. Хочешь так, давай так. Судя по радару, никто у нас не согрелся. Вроде все хорошо. Я думал, что я его смогу свалить, и он умрет. Но я еще так никогда не ошибался. Так, смотрим дальше. У нас там, у нас есть дротики? Дротиков у нас нет. Это беда. Можно было бы, конечно, с крыши его вальнуть. А что, на крышу запрыгнуть нельзя никак, что ли? Ты издеваешься? Почему я не могу на крышу запрыгнуть? Вот он у нас. Ага, смотри, он может проходить под этой штукой. А, она в другом месте у нас. Это она там, да. Вижу. Почему я не могу забраться... А, могу. Вот так. Сверху мне будет проще ориентироваться и что-либо придумать. Ох, смотри, какая тема. Пиздык. Готовы. Так, они идут проверять, что там за дерьмо. Что там у нас творится? Есть, конечно, прекрасный шанс, если он остановится. Готовы. Все. Можно было так, можно было, конечно, не заморачиваться, просто обрушить на него эту штуку и все. Я знал, что так будет. Старик был в ярости после пропажи двигателей. И, похоже, это моя расплата. Меня нанял не Старик, а Перл Этвей. Значит, они снова заодно. Не надо было мне вставать у них на пути. Семейные узы непросто разорвать. А вот уже интересные моменты всплывают. Так, с этим придется разобраться. Ну что, ребят, я думаю, сейчас будем заканчивать. У нас получилась очень интересная, насыщенная серия. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх, конечно же. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали по каким-то причинам. Всегда выходит что-то интересное у нас. Найдите Перл Этвей. А, у нас еще не конец. Я уже обрадовался, что у нас конец. Ни хрена себе подобного-то. Ладно. Погнали отсюда. Тут нам ловить больше нечего. Валить этих ублюдков я не хочу. За это нам не платят. Так, давай-ка вот туда. Ну, прыгай, прыгай. Прыгай, сука. Так вот. Оп, смотри, как хорошо. Как четко-то. Оп. Чки. Так, запретная зона очередная у нас. Можно, конечно, и так, смотри, сделать. А я уже попрощался, надеждая, что там конец. Не, нет, это было. Давай дальше. Зону-то мы похитили, а вот покинули. Вот что делать нам с этой Этвей? Бобен, это вопрос в другом уже. Прыгай, пожалуйста. Я тебя прошу. Ну, не конаёбь же, твою мать. Ты что, дебил? Ой, господи. Ладно. Что ему мешало реально спрыгнуть? Я помню, в прошлых частях свободно всё это работало. Здесь почему-то у нас иначе. Давай вот так. О-о-о, ещё одна цель у нас. Хорошо, давай. Так. У меня вроде ещё есть ножи. Нету только дротиков. Вот это печально. Мне дротики очень нравятся в своё время. Радится до сих пор. Так. Что там у нас было? А, украдите груз. Нет, пока красть мы не будем. Так. А вот и наша бабёна. Пёрл Этвей. Вот оно что. Вот оно как. Да, значит, я зря попрощался. Сейчас будем думать, как мы это пройдём. Десятый левел. Хочу заметить. Вражины... Хоть жопой жуй. Очень много врагов. Так. Давай смотреть. Сберёмся чётка повыше, наверное, надо было бы. Давай сюда. Там есть окошко. У неё охрана, видишь, десятого уровня. Охранник десятого левела. Как это звучит эпично. Залезай. Я думала, он знает о моей связи с Орденом и пришёл убить меня. Представь мой восторг, когда я узнала о его цели. Ассасин, работающий на Тамплиера. Разве это прекрасно? Да, это тупо. Это просто пиздец какой фейл. Бизнес, Кузан. Посмотри на всё шире. Теперь мне принадлежит последняя амнибусная компания. Так. Добраться-то мы добрались. Я думал, сейчас убить на бутылку. Ты вернёшь свои двигатели. А, это Старик. Даже так. Наши амнибусы принесут нам с тобой кучу денег. Мне нужен будет транспорт для доставки двигателей обратно на завод. Езжай на вокзал Ватерлоу и лично проконтролируй весь процесс. С радостью. Да направит нас, отец, понимание. Как и во всех наших будущих начинаниях. Интересно, интересно. Девки пляшут. Вокзал Ватерло. Я думаю, что вокзал Ватерлоу будет у нас уже... Опять толкнезнее. Тихо. Пока нас не спалили, надо отсюда слинять. Тихо. Иди же в сраный проход-то. Вали. Так. Ой. О, как-то палевно. Как-то палевно мы с тобой это самое затеяли тут. Покатушечки. Так, валим отсюда. Оп. Видишь, они только начали выбивать дверь, а мы тут же. Тут как тут. Все. Тут у нас за конец уже. Я думаю, заданется. Естественный отбор мы с вами прошли. Не касайтесь воды в реке. Хоть одну из двух выполнили. Черный кожаный наруч получили. Ну что, ребят. Здесь я уж точно попрощаюсь. Надеюсь, понравилось. Это было реально эпично. И игра начинает набирать обороты. Становятся интересны некоторые моменты. Вон-то вот парнишке мелкого можно было получить предмет. Плюс у нас единица навыка есть. Все. Увидимся в следующий раз. Я буду тут кумекать с этими ребятками. Все. Пока-пока. Это был Assassin's Creed Syndicate. Увидимся.